Как я и обещал, мы начинаем цикл передач, посвященных отдельным районам Республики Башкортостан. Некоторое время мы собирали информацию, подбирали людей, которые могут нам рассказать об этих районах. К своему стыду я могу сказать, что я не очень хорошо разбираюсь в географии Башкортостана. И вот выдается шанс и мне, и вам лучше понять, как живут отдаленные и близлежащие к Уфе районы Республики. Понять, насколько они и чем отличаются от жизни в столице. И, в общем, узнать много нового. Первым районом в этом цикле будет Илишевский район. Может быть, вы спросите, почему, от чего и зачем. Ну, на самом деле, так сложились звезды. Во-первых, мое внимание было обращено к этому району. Во-вторых, жители района, бизнес-сообщество этого района первым проявило инициативу и дало информацию по жизни этого района. Ну, и, в-третьих, это вообще очень интересный район. Илишевский район по-своему уникален. Это небольшой район, очень малонаселенный район. В нем проживает меньше 1% населения Республики Башкортостан. Он не так, чтобы удален совсем и находится где-то в глуши, но довольно далеко от Уфы. В этом районе преобладает башкирское население. Это примерно 78% населения. В нем 87 населенных пунктов. Однако, подавляющее большинство из этих населенных пунктов – это умирающие деревни. Во многих из них проживает 5, 7, 9 человек. И населенными пунктами они являются только номинально. Из года в год, уже 12 лет подряд, население района сокращается. И за 12 лет оно сократилось на 12%. Это действительно много. Район известен тем, что он является родиной единственного дважды героя Советского Союза, выходца из Республики Башкортостан, Мусы Гореева. А также это родина единственного в Республике Башкортостан главы района, который безнаказанно дважды нарушил антикоррупционное законодательство. И, конечно же, во многом, рассказывая о районе, мы будем рассказывать о его главе. Дело в том, что глава района Мустафин Эльдар Иршатович возглавляет район на протяжении уже 12 лет. Это единственный район в Башкортостане, в котором глава района сидит на своем посту так долго, который прошел путь от Муртазы Рахимова до Радия Хабирова и не сменяется. И, в общем-то, как говорится, перспектива этой замены непонятна и неясна. Так кто же такой господин Мустафин, откуда он взялся и почему так долго сидит на своем посту? Именно вот этот вопрос мы ставим главным в этой передаче и попытаемся на него ответить. Ильдар Иршатович Мустафин родился в Ильшевском районе в 1976 году, закончил аграрный институт, впоследствии переименованный в университет, и до 2002 года трудился на научной ниве в том же самом аграрном университете. В 2002 году он переходит в структуры Минсельхоза Республики Башкортостан, потом 5 лет работает в Ильшевском сельскохозяйственном предприятии «Мир», и в 2008 году в возрасте Христа в 33 года внезапно становится главой Ильшевского района. С тех пор он бессменный глава этого района, и все, что происходит в этом районе, естественно, можно относить к его заслугам, либо к его вине. 12 лет железной рукой правят районом Ильдар Иршатович, и, естественно, как всегда бывает в подобной ситуации, когда фараон не меняется и не умирает, вокруг него складываются всевозможные легенды, предания, байки, слухи. Но одна из самых известных баек Ильшевского района – это то, что Ильдар Иршатович является незаконно рожденным сыном Муртаза Губайдул-Чарахимова. Я с гневом отвергаю эту версию, потому что действительно это не так. Более того, я даже как-то понаводил справки на эту тему. Ну, что, как говорится, не выдумает народ, чтобы объяснить вот это необъяснимое долголетие на посту. И многое другого придумывали, еще похлеще были истории. Ну, в общем, один из мифов он вот такой. За 12 лет Ильшевский район из преобладающего аграрного процветающего района, конечно же, стал превращаться в отсталый дотационный район. Хозяйство района загибается, предприятия закрываются. Но, как известно, по закону сохранения энергии, массы и наличных денег, если где-то убывает, то где-то прибывает. Естественно, предположить, что прибывает где-то у начальства. Так у нас в России, в общем-то, заведено. И это на самом деле в Ильшевском районе именно так. Недаром дважды Ильдар Мустафин попадается на нарушение антикоррупционного законодательства и загадочным образом избегает отставки. Речь шла о том, что он систематически не декларировал имущество, которое приобретал в частную собственность. Например, в 2008-2011 годах он не задекларировал квартиру в Уфе на улице Королева, 10-4. А впоследствии в 2016 году и вовсе не задекларировал квартиру, которая была куплена на имя его жены. На улице Краснодонской, дом 3. Площадь квартиры 133 квадратных метра и стоимость 7,8 миллиона рублей. Примечательно то, что трехлетний доход семьи Мустафиных до приобретения этой квартиры составил всего 6,6 миллиона рублей. То есть, три года семья голодала, да еще и взяла взаймы, чтобы приобрести вот эту квартиру за 7,8 миллиона рублей. Собственно, и не задекларировать ее впоследствии. О всяких мелочах, типа земельных участков в Верхней Иркеево на улице Первомайской, 48, которая тоже зарегистрирована на жену, или квартиры, которые записаны на детей Мустафина на улице Жукова, 22 в Уфе, а также незадекларированные акции АО КПД, наверное, говорить не стоит. Хотя, конечно, в целом это складывает картинку того, что господин Мустафин систематически все эти 12 лет скрывал некое имущество, которое приобретал для себя и для своей семьи, скрывал настойчиво, последовательно и систематически, повторюсь, однако почему-то избегал ответственности за эти нарушения. Мы не раз становились свидетелями того, как главы районов, городов и сельских поселений теряли свою должность вот именно по этому поводу, когда внезапно обнаруживалось, что они не задекларировали какое-то имущество и существенное имущество. И, в общем, на основании этого людей снимали с должностей, отказывали им в доверии и так далее, и так далее. Но не в случае с Илишевским районом. В Илишевском районе, повторюсь, Ильдар Мустафин дважды грубо нарушил антикоррупционное законодательство, и ему за это ничего не было, кроме каких-то там письменных указаний, нареканий, ну и таких, в общем-то, неболезненных наказаний, которые не повлекли за собой потерю должности. Но все эти манипуляции с квартирами, участками и прочей недвижимостью на самом деле мелочи. Как говорят, цветочки. На самом деле они случились, вероятнее всего, по неопытности 33-летнего главы в начале своего карьерного пути. Ну и вследствие, наверное, уже набранной наглости вот сейчас, в последние годы, в 2016 году, когда Ильдару Мустафину показалось, что ему море по колено. Прежде чем стать безраздельным хозяином Илишевского района, Ильдар Мустафин, конечно же, совершил ряд подвигов на ниве передела и перекраивания имущественного комплекса района. И чтобы понять, что происходило в районе в эти 12 лет, нам придется откатиться в далекий 2008 год и понять, с чего начал и к чему пришел господин Мустафин к 2020 году. В 2008 году в Илишевский район пришло счастье. Счастье это именовалось Анатолий Моисеевич Бондарук, инвестор с большой буквы. Его привел в район, естественно, Ильдар Мустафин. В 2008 году господин Бондарук и его структура селена получают контроль над семью крупными сельскими хозяйствами Илишевского района и работа закипела. Схема работы была следующая. При каждом сельском хозяйстве из этих семи создавалась ООО, в которой на 51% были учредителями люди Бондарука, а на 49% входило хозяйство своим имуществом, своей недвижимостью, техникой и прочим всем, что было в этом хозяйстве. В 2009 году Мустафином подписывается соглашение о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса, соглашение с этими хозяйствами и с этими ОООшечками. Соглашение было подписано между СПК Сигнал, СПК Победа, СПК Правда, СПК Ичинге, СПК Манчар, СПК Урмет и СПК Искра. Вот эти семь хозяйств попали в сферу влияния господина Бондарука при абсолютном покровительстве господина Мустафина. Мустафин лично ездит по хозяйствам и убеждает колхозников вносить свои паи и имущества колхозов в новые совместные с Бондаруком предприятия. Повторюсь, структуры Селены имеют в этом предприятии 51%. Далее ОООшечки преобразовываются путем слияния и поглощения в некое ООО «Илиш-Агро» и доля каждого колхоза в этом новом образовании уже падает до 2-8%. Затем все предприятия банкротятся и имущество, оставшееся и не перешедшее в эти ОООшечки, полностью уходит на баланс «Илиш-Агро». Далее на протяжении 5-6 лет идет варварское разграбление этих хозяйств. Не только хозяйств, но и субсидии, которые выделяются на эти хозяйства. Тут можно отметить одну очень яркую такую историю. Это когда местные выявили ситуацию с тем, что мочевина, которая должна была бы использоваться в виде удобрения на полях хозяйств, оказывается, уходила в полиэф, которым из этой мочевины производили стекловату, синтетическую вату для шума и теплоизоляции. И это один из эпизодов, только связанных с этой операцией по ООО «Илиш-Агро». 5-6 лет шла такая жатва, которая была не связана с сбором урожая, а жатва вот этих вот денег, остатков, распродажи имущества, распродажи недвижимости и 7 хозяйств к аннулю в лету. Но, как говорится, не все коту-масленице. Муртазу Рахимова на посту меняет Рустем Хамитов, и отношение Белого дома к господину Бондаруку меняется диаметрально противоположно. Хамитов воюет с Бондаруком, что-то они там не поделили в Белорецке и в других районах, где Бондарук рубит лес и где действует в основном компания Селена, В итоге Мустафин встает перед очень трудным выбором. Либо продолжать сотрудничать с Бондаруком, но при этом попасть в немилость у Белого дома, либо отвергнуть своего компаньона и перейти на сторону Белого дома, но сохранить свой пост. Выбирает Мустафин последнее. И разразилась война между Бондаруком и Мустафином. В процессе этой войны Мустафин отбирает все земли, которые были в аренде у Илиш Агра, наезжает и полностью разрушает все предприятия, которые так или иначе относились к влиянию или ведению компании Селена Агра. Жертвой этой войны стали 6800 голов крупнорогатого скота, 662 рабочих места и 187 единиц техники. Всего этого район в результате войны между Мустафином и Бондаруком лишился. Судьба Илиш Агра и вовсе печальна. Заложив технику и все, что можно в банке, Илиш Агра получает 2 миллиарда рублей, и в итоге сельскохозяйственное предприятие перестает работать, техники у него нет, куда делись 2 миллиарда тоже непонятно, и в общем на это история заканчивается. Дополнить ее можно тем, что в 2010 году инвестор Бондарук приобретает еще и Илиш Мясо. За счет кредитов приобретает оборудование, переборудовывает предприятие, но на сегодняшний день это предприятие не работает, а все его имущество почему-то переходит по Лиэфу, видимо там за какие-то долговые обязательства. Примерно та же самая судьба постигла и компанию Илиш Комбекорм, которая также по той же схеме была вроде как инвестирована, вроде как оживлена, но в итоге значит не работает и все активы тоже куда-то делись. В общем-то схема у Мустафина в принципе всегда была одинаковая. Заход, переформатирование собственности, продажа, залоги, кредиты и потери в общем-то предприятия. На самом деле я перечислил только крупные предприятия, которые вот в этой схеме были уничтожены, и эпизод с Бондаруком он один из многих эпизодов. Наверное жители Илишевского района и бизнес-сообщества этого района будут меня ругать за то, что я не упомянул вот это, еще не упомянул вон то, но честно говоря материалов, которые были присланы и которые я получил сам, так много, что наверное тут одной передачей не обойтись, а нужно снимать какой-то длинный-длинный сериал типа Санта-Барбара. Но пример Бондарука и сотрудничество Мустафина с Бондаруком, это именно та вот картинка, которой можно иллюстрировать подходы и способы хозяйствования господина Мустафина на протяжении последних 12 лет. За те 12 лет, которые власти находятся господин Мустафин, разорение в районе постигло колхоз Иченге, колхоз Искра, колхоз Манчар, колхоз Победа, Урмец, Сигнал, хозяйство имени Гафури, совхоз Сюнь, ранее подшефный башнефти, мощное процветающее хозяйство, его тоже прикончил Мустафин. Уничтожено племенное стадо лимузинных коров, не работает и полностью разорен завод картофельных чипсов, не работает остановлено птицеводческое хозяйство Верхнееркеева. А также загадочная история случилась с Илиш Молоко, которое, в общем-то, принадлежало частному инвестору, которое было, ну, фактически отжато у этого частного собственника, поменяло хозяина. И здесь была такая загадочная история, когда Илиш Молоко внезапно потеряло в цене от 100 миллионов до 14 миллионов стоимость активов предприятия было выкуплено сослуживцем Мустафина по Аграрному университету господином Гафаровым, доцентом, который, в общем-то, достаточно далек от практического сельского хозяйства, особенно от переработки молока. Ну, вот этому доверенному лицу доверили и дали возможность приобрести за ничтожную сумму это и лишь молоко. В общем, вот этих историй, на самом деле, в районе десятки. Я могу их перечислять очень долго, но, к сожалению, нам хронометраж не позволяет. Десятки предприятий прекратили свое существование. Вот это нужно относить к главному итогу экономической деятельности господина Мустафина в районе за 12 лет. Печально-ужасную картину я, признаться, нарисовал. И может показаться, что все эти 12 лет Ильдар Мустафин как мамай грабил и разбойничал в этом районе. Однако, на самом деле, это, конечно, не так. По мнению местного предпринимательского сообщества и жителей района, Ильдар Мустафин очень много созидал. Но, как ни странно, а может быть и закономерно, Созидал господин Мустафин исключительно в собственных интересах. По крайней мере, так утверждают жители района. Я никогда в Ильшевском районе, конечно, не был. Но вполне себе доверяю тем данным и документам, которые мне прислали. Сейчас, научившись прятать и перепрятывать, Многоопытный глава Ильшевского района Ильдар Мустафин Практически не оставляет следов своих злонамеренных действий. Однако, местные жители заподозрили за ним следующие активы, Которые были приобретены за последние 12 лет неустанного труда. И это уж точно не квартирки в городе Уфе. По мнению жителей района, и, как утверждают предприниматели Ильшевского района, Под влияние и контроль господина Мустафина попали следующие предприятия. УО «Агидель», УО «Мир», то самое «Мир», в котором работал господин Мустафин, Прежде чем стать главой района. МУП «И лишь молоко», через уже упомянутого доцента Гафарова. МУП «Агроэлл», который подозревают в отмывании бюджетных средств района. МУП «И лишь хлеб», который был приватизирован при очень странных и загадочных, Как говорит Владимир Путин, обстоятельствах. Компания «Де-Арт». Вот с компанией «Де-Арт» тут вообще интересная история. Директор этой компании, ныне Алмаз Хафизов, В прошлом подчиненный господину Мустафина, осужденный за получение взятки. И именно эта компания сейчас владеет основными подрядами в районе, подрядами на строительство. Около миллиарда рублей в год компания «Де-Арт» осваивает из бюджета Ильшевского района. А также многие-многие другие предприятия, по мнению жителей Ильшевского района, попали под контроль нынешнего главы. Чего стоит только тесная связь, дружба и сотрудничество господина Мустафина с председателем Совета Ильшевского района Гайнулиным Наилем Максумовичем. Наил Максумович владеет тремя компаниями, которые, в общем-то, контролируют все коммунальное хозяйство района. Это ООО «Уют» – производство и подача тепла в многоквартирные дома, ООО «Тепло» – обслуживание многоквартирных домов и ООО «ИЖС» – ремонт, монтаж, устройства, систем канализации, отопления и сантехники. Создав вот такую герметичную конструкцию, Мустафин контролирует полностью экономику района. Никто не может войти в район и заниматься независимым бизнесом без благоволения главы района. В районе масса примеров тому, как разрушались, банкротились какие-то частные коммерческие инициативы только потому, что они не были во взаимодействии с господином Мустафином. Это очень жесткая манера правления. Господин Мустафин не допускает никакой бесконтрольной инициативы. Вместе с этим в районе зафиксированы многочисленные нарушения, связанные с распределением земель, с распределением муниципальной собственности, с выделением участков в аренду и последующим их использованием. Возникает вопрос, куда же смотрела прокуратура и многочисленные правоохранительные органы все эти 12 лет. Долгие годы Ильдару Мустафину удавалось избегать пристального внимания правоохранительных органов. Безусловно, стоит предположить о том, что подобная удача господину Мустафину досталась не просто так, а потому что многие высокопоставленные силовики в погонах и без погон благоволили, покровительствовали господину Мустафину. Тут можно упомянуть о тесной связи Ильдара Мустафина с господином Горбуновым, заместителем прокурора Республики Башкортостан, экс-заместителем прокурора, который сейчас находится под следствием в московском изоляторе. Тут же и тесное взаимодействие и сотрудничество с господином Олейником, многими другими силовиками. Ну и, конечно же, долгие годы покрывал деятельность господина Мустафина, упомянутый нами уже Анатолий Моисеевич Бондарук. Однако, как говорится, все течет, все меняется, и новая команда силовиков Республики Башкортостан, похоже, отказала господину Мустафину в том покровительстве, которое он имел в прошлые годы. В последнее время у господина Мустафина начались неприятности с правоохранителями. Начались они, казалось бы, с мелочей, но дальше волна проблем и исков накрыла администрацию Ильшевского района. Я перечислю только самые известные случаи и самые известные процессы, которые сейчас происходят вокруг господина Мустафина. В прокуратуре Ильшевского района предъявлен иск о незаконной передаче и переуступке за 100 рублей, согласитесь, смешно, участка земли, на котором возведен объект придорожного сервиса по улице Куйбышева, 152.2 в Верхнее Иркеево. Причем этот объект возведен без согласования с эксплуатирующей трассу организацией. Далее Мустафин проходит по делу о предоставлении подложных документов СПК ИДЛ. Это уголовное дело на данный момент возбуждено в отношении неопределенного круга лиц сотрудников администрации Ильшевского района, но очевидно можно предположить, что, конечно же, вот эта ниточка приведет к главе района. Без него, повторюсь, в районе ничего не происходит. Господин Мустафин проходит по делу о незаконном предоставлении субсидий по подложным документам для ООО «Агидель». По этому делу есть замечательная, очень примечательная прослушка, которая раскрыта в ходе судебного разбирательства. Также ведется в отношении администрации Ильшевского района доследственная проверка по предоставлению 66 земельных участков с занижением арендной платы. Проводится проверка по фактам многолетнего воспрепятствования коммерческой и предпринимательской деятельности хозяйства Кобирова МГ. Ведется доследственная проверка по факту незаконного предоставления субсидий на закуп семян. Это, как говорится, привет господину Фазрахманову, который нам рассказал о том, что Республика Башкортостан на следующий год осталась без семян. Ну и идет, естественно, проверка и следствие по делу Ильиш Молоко, балансовая стоимость которого загадочным образом снизилась со 100 до 14 миллионов рублей, и компания была передана господину Гафарову. С большой вероятностью следственные органы в скором времени заинтересуются природой и происхождением капиталов, которые были потрачены на строительство двух коттеджей-близнецов в Уфимском районе, в селе Чернолесовское, которые предположительно принадлежат господину Мустафину. Контрольно-ревизионное управление главы Республики Башкортостан намерено проверить законность выделения многочисленных премий господину Мустафину и его окружению в период 2014-2018 годов. А также выделение кредита из бюджета района на сумму 15 миллионов рублей для муниципального предприятия сельскохозяйственного переработчика имени Гафури, которое было обанкрочено через два года после получения этого кредита, и кредит не был возвращен бюджетным. Я перечислил далеко не все претензии правоохранителей к главе Илишевского района и к администрации Илишевского района, которые стали, наверное, закономерным итогом вот этого 12-летнего правления господина Мустафина в Илишевском районе. Я очень рассчитываю на то, что результаты вот этих действий правоохранителей будут очевидными и будут выявлены и доказаны те злоупотребления, которые вменяются господину Мустафину. Однако для полного выявления масштабов коррупции и хищения в Илишевском районе необходим комплексный документальный анализ деятельности главы и администрации района на протяжении всех 12 лет. Для этого нужно, чтобы те следственные силы и группы, которые будут работать в Илишевском районе, не имели над собой никакого влияния со стороны и республиканских, и районных подразделений правоохранительных органов МВД, Следственного комитета, прокуратуры. Это должна быть независимая, непредвзятая проверка, которая должна дать ответы на вопросы жителей, которых накопилось за 12 лет. Очень много. Теперь мы, пожалуй, понимаем, каким образом удалось господину Мустафину удержаться в кресле главы Илишевского района от Муртазы Губайдуловича до Радия Фаритовича. Ответ прост. Господин Мустафин мастерски манипулировал интересами хозяев Белого дома, кем бы они ни были, и за счет этого удерживался в своем кресле. Понятие на механизм хозяйственной деятельности, с позволения сказать, господину Мустафину. Разорение, слияние, поглощение и банкротство. Вот неполный набор инструментов, которыми пользовался господин Мустафин все эти 12 лет. Остается совершенно непонятным, как долго будут правоохранители еще не торопиться с разбирательством хозяйственной деятельности господина Мустафина. Как долго они будут закрывать глаза на явные нарушения и предполагаемые преступления в Илишевском районе. Надеюсь, что этот период закончился и в ближайшее время начнутся активные действия. Ну и, конечно, жители. Неужели жителей Илишевского района устраивает фактически феодальное устройство, которое создал в этом районе господин Мустафин? Все эти долгие 12 лет, они жили под гнетом той администрации, которая существует в этом районе. Неужели им не надоело? Неужели их не вдохновляет пример других районов республики, в которых жители, как говорится, хлопнули по столу рукой или ударили по нему кулаком? И потребовали изменения ситуации. Ну, примером может являться, например, Ишимбайский район, Абзелиловский район, которые сейчас активно отстаивают свои интересы. Я думаю, что люди везде одинаковые. С небольшой разницей, как говорил Воланд, только квартирный вопрос их испортил. Я думаю, что жители Илишевского района также недовольны и также готовы потребовать изменений в своем районе, хотя бы для того, чтобы улучшить жизнь, хотя бы для того, чтобы из района не уезжали люди, хотя бы для того, чтобы туда возвращалась молодежь после того, как отучатся в Уфе или других крупных городах. В общем, будем надеяться, что в Иришевском районе в ближайшее время произойдут существенные перемены. Иришевский район В общем, будьте разумны, будьте ответственны и будьте бдительны. Субтитры создавал DimaTorzok